Вы смотрите МассМедиа Ньюс. Сегодня в выпуске. Два человека погибли, а еще 10 получили травмы за минувшую неделю на дорогах полуострова. Камчатские спасатели помогли снегоходчику, который получил травму головы у подножья Авачинского вулкана. Из-за долгов перед энергетиками житель Петропавловска лишится квартиры. Об этих и других событиях узнаете далее. Два человека погибли, 10 получили травмы. За минувшую неделю на камчатских дорогах произошли 8 ДТП, в которых пострадали люди и 65 аварий без потерпевших. Так, ночью 21 февраля в селе Теличики Алюторского района пьяный 29-летний мужчина, управляя автомобилем КАМАЗ, не справился с управлением и наехал на впереди стоящий КАМАЗ под управлением 60-летнего жителя полуострова. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель первого автомобиля. Ему рекомендовали лечение по месту жительства. Утром 22 февраля на улице Ленинская в краевой столице пьяный 49-летний мужчина на Ниссан Тирана при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Toyota Corolla Axia под управлением 25-летнего мужчины. В результате ДТП телесные повреждения получила 54-летняя пассажирка Toyota Corolla Axia. Ей рекомендовали лечение по месту жительства. Вечером 23 февраля на третьем километре автодороги город Елизово-гора Морозная 36-летний мужчина на Сузуки-Скуда не справился с управлением, съехав в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля. Ему рекомендовали амбулаторное лечение. О днём 26 февраля на 120-м километре автодороги Петропавловск-Мильково 57-летний мужчина на машине Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Hilux под управлением 49-летнего жителя региона. После удара Toyota Corolla продолжила движение по инерции и столкнулась с автомобилем Toyota Пробокс под управлением 25-летнего мужчины. В результате ДТП пассажиры Toyota Corolla, 51-летняя женщина и 41-летний мужчина скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Toyota Corolla получил телесные повреждения, его госпитализировали в лечебное учреждение. Также его 25-летняя пассажирка отправлена на амбулаторное лечение. 46-летние пассажирки автомобиля Toyota Hilux оказали медицинскую помощь и рекомендовали амбулаторное лечение. Как сообщили в Краевой ГИБДД, с 21 по 27 февраля удалось поймать 42 пьяных водителя. 14 из них отказались проходить проверку. 59 пешеходов нарушили правила дорожного движения. 96 водителей сели за руль без прав, 144 не пристегивались. Также с помощью камер фото-видеофиксации удалось выявить более 16 тысяч нарушений ПДД. Один пьяный водитель из 300 остановленных. Таковы итоги рейда елизовских госавтоинспекторов, которые они провели накануне. Профилактическое мероприятие было направлено на выявление людей, которые управляли машинами в нетрезвом виде, а также на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Так, в ходе рейда проверили 300 автомобилей, выявили 18 административных правонарушений и поймали только одного человека, который управлял машиной в нетрезвом виде. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет. Сотрудники Елизовской госавтоинспекции призывают водителей ни в коем случае не садиться за руль, находясь в пьяном виде. Повторное управление автомобилем нетрезвым водителям влечет уже уголовную ответственность. Как отмечают инспекторы, пьянство за рулем остается наиболее социально опасным явлением и всегда находится в центре внимания. Проведение мероприятий, направленных на выявление нетрезвых водителей в состоянии опьянения, в этом году продолжится. Елизовская госавтоинспекция призывает камчатцев садиться за руль только в трезвом виде и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые меры реагирования на подобные сообщения. Информацию о подозрительных автомобилях, которыми могут управлять пьяные водители, можно сообщить по телефонам, которые указаны сейчас на ваших экранах. Угрожал бейсбольной битой. 15-летнего школьника из Петропавловска подозревают в разбойном нападении на инвалида. Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний подозреваемый, находясь в дневное время 26 января в районе улицы Петра Ильичева Краевого центра, желая обогатиться за чужой счет, совершил разбойное нападение на 42-летнего инвалида, которого под угрозой применения бейсбольной биты вынудил передать ему имеющиеся при себе ценные вещи. В ходе следствия подросток дал признательные показания в инкриминированном преступлении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде присмотра со стороны законного представителя. Сейчас проводятся проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Камчатские спасатели помогли снегоходчику, который получил травму головы у подножия Авачинского вулкана. Информация о происшествии поступила в МЧС днём 26 февраля. Как рассказал заявитель, он с двумя детьми катался на снегоходе в районе Сухой речки. Не справившись с управлением, мужчина получил травмы головы. К нему незамедлительно выдвинулся личный состав Камчатского спасцентра. Прибывший в составе группы медик осмотрел пострадавшего и оказал ему доврачебную помощь. Затем спасатели довезли мужчину до автомобильной дороги, где передали врачам скорой медицинской помощи для госпитализации в лечебное учреждение. Детям медпомощь не потребовалась, их забрали знакомые пострадавшего. В МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность во время занятий экстремальными видами спорта. В случае, если вы планируете отправиться на маршрут, в первую очередь уточните информацию о погодных условиях и горной лавиной обстановке в районе предполагаемой поездки. Во время же самого передвижения соблюдайте предельную осторожность. Помните, что фиксируют три основные причины гибели увечья и издаков. Это столкновение снегохода с деревьями, проводами, мостами, а также другими транспортными средствами. Падение въехавшего в канаву снегохода на бок. При этом водитель, как правило, оказывается зажатым по техникой. Третья причина – это попадание снегохода в воду при катании на льду. Обращаем внимание, что снегоход – это не только транспортное средство, но и источник повышенной опасности. Берегите себя. Добавим единый номер вызова всех экстренных служб 112. По нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки края, где есть охват операторов сотовой связи. Из-за долгов перед энергетиками житель Петропавловска лишится квартиры. Задолженность в размере 850 тысяч рублей стала причиной ареста недвижимости мужчины. Кроме этого, он имеет неоплаченные налоги и алименты. В собственности у мужчины несколько объектов недвижимости. Одну из квартир продадут в счет погашения долга. Законным действием энергетиков неплательщик препятствует после введения ограничений самовольно подключается к сетям. Все долги взысканы в суде. Исполнительные производства направлены в службу судебных приставов. В ходе работы мужчине арестовали счета и имущество, наложили запрет на выезд за пределы страны, запретили регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. Арестованная квартира должника уже прошла оценку и готовится к выставлению на торги. Энергетики напоминают, что платежи должны производиться в соответствии с требованиям жилищного законодательства полностью и своевременно. В противном случае энергокомпания обращается в суд и далее к судебным приставам за взысканием задолженности в принудительном порядке. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Ньюз смотрите. 39 семей улечили в плохом исполнении родительских обязанностей на Камчатке. Новые правила регистрации маломерных судов на полуострове вступят в силу с 1 марта. Гольф, снегоходы, хаски и уматурман. Праздник зимних видов спорта «Снежный путь» прошел в Петропавловске. Об этих и других событиях узнаете далее. 39 семей улечили в плохом исполнении родительских обязанностей на Камчатке. Для профилактики семейного неблагополучия, выявления и пресечения фактов жестокого обращения с детьми и совершения в их отношении преступлений, в том числе против их половой неприкосновенности и половой свободы, на полуострове провели профилактическую акцию «Полиция в каждый дом». За два дня проверок сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции посетили около двух с половиной тысяч квартир и домовладений. В ходе поквартирного обхода камчатскими полицейскими были получены 15 сообщений о фактах семейного неблагополучия, три о нарушении общественного порядка и одно о местах сбора лиц антиобщественной направленности. По каждой полученной информации проводятся проверочные мероприятия, принимаются меры в соответствии с действующим законодательством. В рамках проведения профилактического мероприятия «Полиция в каждый дом» выявили 46 административных правонарушений, из них по линии несовершеннолетних 41. Так, сотрудниками полиции установлено, что жительница Вилючинска в воспитательных целях насильно тащила своего малолетнего сына 2015 года рождения за его верхнюю одежду, толкала его, и мальчик неоднократно падал на землю. В отношении матери ребенка составлен административный протокол по статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Побои». За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей гражданка поставлена на профилактический учет в ПДН. В том числе в рамках рейда в отношении законных представителей детей составлено 39 административных протоколов по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ранее выявление семей, где родители, забываясь, переходят разумные грани воспитания несовершеннолетних – важный профилактический момент. Чем раньше выявлена такая семья, тем больше шансов ей помочь. В полиции напоминают, что информация о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними принимается круглосуточно по горячей линии «Ребенок в опасности» и телефону доверия у МВД России по Камчатке. Гольф, снегоходы, хаски и уматурман. Праздник зимних видов спорта «Снежный путь» прошел в Петропавловске. Мероприятия состоялись в рамках фестиваля «Беренгия-2022» в субботу, 26 февраля. На церемонии открытия праздника главе Краевого центра Константину Брызгину торжественно передали символ фестиваля – «Беренгийский огонь», который впервые зажгли на Ельзовском спринте 19 февраля. Замечательная погода, замечательные люди. Мы очень рады, что столько людей сегодня пришло разделить с нами этот праздник. Это праздник моторов, праздник дерзких людей, праздник собак, праздник тех, кто любит собак. Давайте вместе сегодня и отдохнем, посоревнуемся, попразднуем и получим удовольствие. С праздником, друзья! После официальной части прошло награждение победителей и призеров гонки «Авача-рейс». За первое место участники обеих дисциплин получили 400 тысяч рублей, за второе место – 300 тысяч рублей, а за третье – 200. Также на фестивале наградили победителей детской гонки «Дюлин». 13 юных спортсменов вышли на старт и преодолели дистанцию протяженностью 100 метров. Все юные победители за участие в детской гонке получили подарки. Точкой притяжения всех гостей праздника стали развлекательные площадки «Мокрый нос» и «Этноплощадка», которые включили в себя вольер с собаками и оленями. Особой любовью и вниманием сегодня пользуется главный символ снежного пути – это хаски. К ним можно подойти, посмотреть и даже погладить, ведь они супердружелюбные. На главной сцене праздника выступили популярные камчатские исполнители и творческие коллективы. Звездными гостями стала популярная российская рок-группа «Ума Турман». Артисты исполнили песни из основного и нового репертуара. Концерт был супер. И вообще этот фестиваль – это то, что мы обожаем. Мы просто обожаем снегоходы, мотоциклы. Это все у нас дома стоит, поэтому мы попали прямо в свою стихию. Отметим, что в этом году снежный путь прошел на новом месте – в районе лыжной базы «Лесная». Обширная территория позволила обустроить порядка 10 спортивных и творческих площадок, сделать удобные зоны для гостей, которые пришли отдохнуть всей семьей. Мы каждый год ездим тут очень весело и здорово. Невозможно не приехать, это просто быть на Камчатке здесь, тем более в Петропавловске, и не приехать на снежный путь – это не наши люди. Народ весело, детям весело. Очень сильно удивило, что организовали так, масштабно, так я сказал. Я, в принципе, ни разу не был на таких мероприятиях. В принципе, ну дочь еще ничего не понимает, но нам, жена, очень сильно нравится. Ну, реально, спасибо большое, что так сделали. Мероприятие классное. Приехал посмотреть, как здесь все устроено, как проводят мероприятия разные. Там на джипах катаются, здесь с собачками показывают выступления. Классно. Приезжаем каждый год сюда на эти мероприятия, все очень классно. Всегда классная организация, супер. Очень нравятся собаки, во первую очередь, потому что очень люблю собак. И вообще интересное мероприятие, и удобно то, что близко с городом, удобно добираться. Площадки развлечения для гостей были на любой вкус и возраст. Так зрители увидели одно из самых зрелищных соревнований по автомобильному спорту «Джип-спринт». Оно всегда собирает тысячи зрителей и болельщиков. Дополнительно была организована и площадка тест-драйва, где, соблюдая правила безопасности, все желающие смогли проехать в подготовленной машине. На специальной трассе прошли соревнования на снегоходах «Экстремальный кросс». На отдельной трассе были предусмотрены тест-драйвы для желающих прокатиться. Ежегодно большое количество зрителей собирает площадка «Вейтпулинг» – тяжелая атлетика для собак в разных весовых категориях. Интересной и захватывающей получилась площадка по силовому экстриму. Самые сильные люди Камчатки продемонстрировали свои физические возможности. Впервые в рамках «Снежного пути» прошел турнир «Снежный гольф». Сначала для всех желающих спортсмены Федерации гольфа провели мастер-классы. Затем состоялись соревнования, в которых была представлена как мужская, так и женская лига. Площадка «Кинологический фристайл» также была организована на фестивале впервые. Собаки вместе с хозяевами удивляли зрителей своими танцами и трюками. Напомним, что Большой фестиваль «Беренгия-2022» в этом году охватит всю Камчатку. Традиционная гонка, пролог и технический старт состоятся 6-7 марта в селе Эсса Быстринского района. Встретят каюров на финише в Ассоре Карагинского района. Предположительно, 28 марта – 1 апреля. Протяженность трассы составит тысячи километров. Одни любят большие букеты, а другие – скромные. Насколько бы кому не подарили цветов, их на Международный женский день на Камчатке хватит всем. К 8 марта в Петропавловске вырастили тюльпаны, а также по просьбе горожан высадили и другие нежные весенние цветы – нарциссы и гиацинты. Нарциссы, я знаю, что на Камчатку очень мало кто завозит, потому что неплохо продаются транспортировки. Вот если у нас в этом году получится, то на следующий год уже будет, потому что я знаю, что народ спрашивает, интересуется нарциссами. Гиацинты привезли в горшочках, тоже попробуем, получится. Вроде получается, уже начинается первое цветение. Гиацинты продаются в горшочках. В одном горшочке один цветок, не маленький, довольно-таки большой. Высота гиацинта порядка 15-20 сантиметров. А нарциссы будут так же, как и букеты продаваться. Привезли несколько сортов нарциссов, но какие-то у нас подходят. Мы еще пока учимся, что-то получится, что-то не получится. В общем, отрепетируем уже сроки посадки, сорта отрепетируем. Я думаю, что на следующий год уже будет лучше гораздо качества наших нарциссов. Но традиционно на 8 марта пользуются спросом именно тюльпаны. Красный, желтый, белый, да, это стандартный цвет идет. В этом году мы привезли лимонные, привезли сиренево-белые тюльпаны, привезли бахромчатые, с такой бахромой, ну, как ежик, в народе говорят ежики. Потом привезли красно-желтый, такой новый сот вообще появился в России. Вернее, в Голландии, а в России в том числе появился. Он такой красно-насыщенный, желтый получается полоса. Ну, я думаю, что нашим женщинам, мужчинам будет приятно их увидеть. Мы начинаем, да, первослеска, потому что тюльпанов очень много, мы за один день не уберем, поэтому мы закладываем на хранение при определенной температуре. Ежегодно число выращенных тюльпанов только увеличивается. И чтобы этих цветов хватило всем, в этом году их рекордное количество – около 40 тысяч. Из года в год мы увеличиваем, потому что я сюда пришел работать 10 лет тому назад, совхоз выращивал порядка 18-20 тысяч. И вот мы из года в год набираем клиентуру, люди приходят к нам, оптовики уже приходят к нам, приходят цветочные магазины наши крупные, Петропавловские, не скажу какие, но, тем не менее, даже они у нас покупают. И мы вот постепенно, постепенно, каждый год на 3-4 тысячи мы увеличим, увеличим количество тюльпанов. Вот в этом году дошло порядка до 40 тысяч. Знаете, вот в предыдущие годы, уже 7 марта, у нас не было цветов. Поэтому мы как бы берем запас, немножко, ну, постепенно, постепенно мы все увеличим, увеличим, увеличим. Ну, я думаю, что мы в этом году тоже все распредадим. Обычно популярностью пользуются красные тюльпаны, но и в других расцветках они не менее прекрасные. В краевой столице стараются ломать стереотипы, чтобы девушки на свой праздник получали разные цветы. Предпочтение отдается красным цветам. Красные тоже бывают разные, там, алый, там, бордовый, вишневый, как бы так. Ну, в основном предпочитает красные. Очень, наконец-то, я считаю, что мы переломили ситуацию с желтыми тюльпанами, как бы, признаки развода. Я говорю, вы что, это солнышко, это яркость, это висит, как-то, ну, настроение. Как бы народу в прошлом году очень брали очень хорошо желтые тюльпаны. Мы в этом году их даже в два раза увеличили. Где-то у нас в прошлом году было порядка 2,5, в этом году мы завезли 5 тысяч. Потому что тюльпаны желтые вообще у нас разбежались, как горячие пирожки, как говорится. Ну, вот так вот потихоньку меняем, влияем на вкус наших жителей, наших женщин. Но какими бы ни были цветы, главное, что все они выращены с любовью. Поэтому будут долго радовать своим видом жительниц полуострова. Учитывая наши условия, мы садили их с любовью, чтобы у нас все хорошо выросло. Потому что у нас как бы постоянные покупатели, и мы не хотим их разочаровать. Ну и старались, да, какие-то побольше подкармливали, какие-то поменьше. Полив, температурный режим, все выдерживали, следили. Учитывая все трудности, как бы постарались, и они у нас, видите, как на одном уровне подошли, подтянулись. Приобрести камчатские цветы к 8 марта как оптом, так и в розницу можно будет в различных торговых точках полуострова. Виртуальную выставку о ездовом собаководстве на Камчатке готовит Краевой объединенный музей. Онлайн-проект станет одним из мероприятий зимнего фестиваля Берингия-2022. Экспозиция разработана для камчатцев, которые не смогут увидеть передвижную выставку «Путь каюра», а также для жителей других регионов страны. Мы знаем, что не у всех есть возможность посещать наши выставочные проекты вживую, поэтому предлагаем посредством интернет-ресурса приобщиться к фестивалю и узнать о истории развития ездового собаководства на Камчатке. Выставка будет интересна не только жителям Камчатского края, но также всем интересующимся и увлекающимся северным ездовым собаководством. Фоторяд дополнен сопроводительным текстом. Планируется, что виртуальная выставка начнет работу с 16 марта и продлится около месяца. Редактор субтитров А.Семкин